И ересь что такое? Ересь это попытка вместо Божьего откровения выдумать свои какие-то идеи и приписать их Богу. Это страшный мятеж против Бога, это гнусное посягательство на абсолютный Божий суверенитет. И, к сожалению, нынешние ереси отличаются тем, от ересей древности, тем, что они подчеркнуты субъективны. Если в древности люди пытались каким-то образом истолковать Божественное откровение, они хотя бы сами верили, что они говорят не к объективной истине. То сейчас у нас вместо поиска объективной истины идет игра в бисер, как говорил Гесса. У нас идет подчеркнуто «я так считаю», «мое мнение такое», «у меня такой теалаумен», как сейчас принято говорить. Такое частное мнение, и вы не смеете его тронуть. Вместо объективной реальности какая-то полная, абсолютная подделка и игрушка, игрушка в «мое мнение». Вот это эгоцентризм, который был из древности, но он скрывался. А сейчас не скрываем эгоцентризм. Я считаю, что ННН печать антихриста, и не надо мне святых отцов. Газета «Дух христианина» и все издания этого же типа говорят, что монархия для христианина единственная форма правления, допустимая. При этом, тут такую небольшую кремарку сделаю, нам не предлагают никаких реальных вариантов. Ну хорошо, ну монархия единственная форма правления, хорошо. Нам что, надо против президента Медведева восстание поднимать? Может нам нужно баррикады строить, нам может быть нужно государственный певрот делать? Нам это почему-то не предлагают, потому что спецслужбы, видимо, боятся. Слава Богу, хоть этого боятся. Но при этом говорят, что христианин не должен это признавать. Это что это получается? Это ложь страшная. Но для христиан, на самом деле, что это такое на самом деле? Для христиан это на самом деле утверждение, что человек привязан к этому миру. Не случайно церковь никогда не канонизировала ни одной из форм правления. И церковь жила, напомню, при республике. Полторы тысячелетия церковь жила при республике. И что такое Византия? Это империя Святого Константина Великого. Это республика с главой, властителем. Империя так переводится, как властитель. Обладающим неограниченными полномочиями, но которая выбирается. То есть фактически это аналог нашей современной церковной ситуации. Мы живем так же в республике, несколько более ограниченными президентами и полномочиями. Но и все. Это фактически республика, которая была до самого конца. Но церковь жила при республике, было все замечательно, демократической республике. Церковь жила при монархии, наследственной, да, это было в России и в некоторых других странах. Церковь жила в варварских странах, где вообще родовой строй был. Церковь жила в странах арабского халифата. Церковь жила при фашизме и коммунизме. Церковь живет и при демократии. Церковь живет где угодно, потому что она царствия не от мира всего. А вот эти новые наши ерсиархи, они говорят, что нет, церковь к этому миру привязана. Если не будет царя, церковь погибнет. Они забывают символ веры. Ведь такой простой вопрос. А разве у нас сейчас нет царя? Скажите мне, вот вы, православные христиане, разве нет сейчас царя? Да конечно же есть. То есть мы символ веры говорим, его же царствию, кого его же, Иисуса Христа, не будет конца. Его царство не заканчивается, его царство во все роды родов. А дух христианина фактически отвергает царствие Иисуса Христа. Дальше дух христианина и другие издания приписывают явлениям глобализации, которые могут быть вполне нейтральны. Я не говорю про злые последствия глобализации, которые осуждают церковь, таких как состояние всемирное греха, половых извращений как нормы жизни, таких явлений как нормализация сатанизма в самых разных его видах. Что конечно же, с чем церковь борется и боролась, и будет бороться всегда. Нет, есть вещи нейтральные, такие как интернет, как мобильная связь и подобные вещи, но им приписывается некая магическая сила. О, у меня есть мобильный телефон, вот такой страшный мобильный телефон, он меня заколдует, меня по нему вычислит. Ну и что, ну вычислит, ну и что. Если ты не делаешь беззаконие, какие твои проблемы? Представьте себе, тебя вычислит, а ты делаешь добрые дела. Представляешь, тебя вычислит, а ты ходишь в храм. Ну и хорошо, и слава тебе Господи. Если ты делаешь беззаконие, бойся, да, потому что начальник Божий слуга там сидит делающим зло, как говорит Писание. Если же ты делаешь добро, чего тебе бояться? Конечно, как человеку мне неприятно, что за мной следят. Конечно, это нехорошо, и, может быть, в гражданском смысле люди церкви могут этому сопротивляться, но это вопрос не учения. Потому что мы должны знать с вами, и мы прекрасно это знаем, что есть соглядатые, которые смотрят за нами каждое мгновение. Будет у нас ННН или не будет, будет у нас новый паспорт или не будет, будет ли у нас какая-то отметка, чип или что-то еще, или не будет. Есть демоны, злые и нечистые духи, которые следят за нами каждым нашим шагом, и все прекрасно видят. И мы знаем с вами из Мэтарства Блаженного Феодора, что вот этот списочек с нашими грехами будет предъявлен нам в день Мэтарства. Нам, простите, для этого ННН не нужно. Им не нужно ничего такого. К сожалению, сторонники вот этой елиси, они отличаются особой ненавистью. Я могу назвать сразу же с лету, кого они ненавидят, но я никогда не скажу, кого они любят. Вы сможете хоть кого-то назвать, кого они любят? Нет. И это признак кого? Это признак врага. Недаром приводил Юстин, говорил так. Он говорил, что любовь есть живая и действующая сила Божия. Так же и ненависть есть живая и действующая сила дьявола. Мы это видим. Спасибо.